Приветствую вас и давайте начнем с того, что, скажем так, вот, есть водитель, да, который очень долгое время ездил на машине И который привык к тому, что он сидит, как бы, ну, слева, да, слева руль Теперь вдруг ему предлагают сидеть с правой стороны Ну, во-первых, нужно здесь вашего дядю самого спросить, хочет ли он переходить на правый руль Потому что, знаете, так, про освоение мы чуть-чуть поговорим еще позже А пока нужно сказать так, что основным и главным условием для любого научения Не важно, успешного или неуспешного, является все-таки желание Если желания нет, мотивов нет, смысла здоровья, что человек делает, нет То даже самое простое научение вызовет большие проблемы Человек, он у него стимул Если у него этого стимула нет, то он вам бесполезно вообще чем-либо занимается Другое дело, что смотрите, какая получается интересная ситуация А вы пишите, что он машина, дядя, уже ломается И обходится вам достаточно круглую сумму И, как бы, если у вашего дяди машина действительно такая плохая То вы можете совершенно спокойно сказать своему дядю, что, ты знаешь Ты можешь ездить на какую угодно машине То есть хочешь на своей, если не хочешь на новой Но тогда я не буду, как бы, финансировать расходы по обслуживанию этого автомобиля Вы знаете, это будет справедливо То есть если вы хотите именно дать вашему дяде стимул к тому, чтобы он осваивал новую машину Право-рульную То нужно отказаться финансировать дядям расходы на автомобиль Почему это так важно? Потому что пока вы дяде помогаете Пока вы дяде обеспечиваете, собственно говоря Его вот эту вот привычку ездить на своей старой машине Он так и будет, в принципе, на ней И зачем ему что-либо менять? А главное, для чего ему что-либо менять? Если, простите, его все устраивает и да Зачем все это менять? А вот если вы скажете ему что перестанете финансировать его Вот тогда он уже, возможно, подумает Ага, денег у меня больше на обслуживание не будет Я могу остаться без машины Раз так, мне нужно будет, как бы, принимать предложение, которое мне делают То есть ваше предложение И у него будет всегда вот этот вот стимул Стимул к тому, чтобы как раз таки осваивать новый для него тип машины Теперь, собственно говоря, про освоение Обязательно нужно сказать так Что, конечно, поначалу будет сложно Поначалу будет сложно И лучше всего, если вы, опять-таки, здесь поступите тоже достаточно жестко Как только вы покупаете право-рульную машину Вы ту же лево-рульную машину у него забираете и продаете Чтобы у него не было места, куда он мог вернуться Где он мог потерять свой навык, чтобы у него не было выбора Научиться он, как, конечно, может И здесь важный момент, что обучение для него просто займет больше времени Так как он уже достаточно пожилой Обучаться ему будет тяжело Пожилые люди новое воспринимают большим трудом Я надеюсь, вы это понимаете Это значит, что вам придется, возможно, первое время быть с ним Помогать ему, поддерживать его Как-то успокаивать, если у него не будет получаться И так далее То есть вам нужно будет самому запастись терпением К тому, чтобы его поддерживать Если подобная перспектива для вас не приемлема То есть, ну, не вариант То тогда Можно Не покупать машину право-рульную сейчас А немножечко подождать и купить лево-рульную Когда появится достаточно денег В принципе, как я думаю, если бы у вас был такой вариант Вы бы его использовали Раз не использовали, значит, такого варианта нет Поэтому я думаю, что у вас есть только один способ Вот такой Если вы решите это делать То дяде-дяде нужно решить выбора Придаст смысл тому, что он будет делать А проработать над его мотивацией Переходить на новый автомобиль И помогать ему осваивать То есть отдавать себе очередь в том, что освоение займет много времени Но вот, знаете, я могу поставить себя на его место Вот, знаете Старшее вождение у него долго И водитель он как-то хороший То есть, вот представьте себе Да, ему 65 лет Ну, предположим, 30 лет Из этих 65-ти он едет на машине Предположим, что даже больше 30 лет он едет на машине Потому что, ну, вряд ли он в 35 лет начал водить машину Скорее всего, еще раньше он начал Упредставьте себе Если вы столько лет привыкли К одному положению автомобиля Вам говорят все Теперь ты будешь ехать в другом положении Ну, абсолютно все для вас меняется Знаете, мне приходилось встречать машины Я живу в России Мне приходилось встречать автомобили Праворульные То есть, это вот, как я помню Японские, японские автомобили Вроде бы Ну, могу ошибаться Ошибаться, не очень разбираться Это выглядит странно То есть, вот даже для нас Даже для обычного пешехода У меня в машине нет Даже для обычного пешехода Это выглядит странно Непривычно А вот что говорить про Человека, который должен водить машину Да что там говорить Я все время езжу на пассажирском сидении Передом Я привыкся, я справа Если меня позвонить влево Мне будет, наверное, некомфорт Мне будет вообще непривычно Знаете Я, наверное, даже буду испытывать Число страха От того, что Меня внезапно посадили на другое место Мне будет казаться Что это я веду машину И что Мне нужно что-то делать И мне совершенно непривычно Будет видеть водителя Справа, а не слева от себя То есть, это процесс Достаточно тяжелый Но привыкнуть Привыкнуть к этому можно Главное, чтобы у вас были Достаточно резкие обоснования Для того, чтобы дядя Решился на такую смену В принципе, обоснования есть О них я сказал В начале своего видео Ответа И я думаю, что если вы Правильно их преподнесете То у вас У вас все будет Хорошо Вы сможете Своего дядя Как бы Переманить на Более выгодные машины Но При этом Забостряйтесь терпением И помните, что В данном случае Это Такого своего рода Вложения Как-то Человек То есть, вы Складываете Средства В покупку Новой машины Для того, чтобы Потом она Принесла ему Выгоды Выгоду Для вас Это экономит Средств Но при этом От вас Потребуются Другие затраты Не денежные А Наверное В большей степени Человеческих Ну и Пожалуй Самое главное Что мне хочется Сказать Это то, что Ваш дядя Человек Узрослый Мне совершенно Непонятно Почему Вы его Обеспечиваете Мне совершенно Непонятно Почему Вы обеспечиваете Его Машину Простите Это мужчин Ваш дядя Это мужчина У которого Есть заработок И у которого Есть автомобиль Но хочет он Едет на Своем На свои Старые отношения Пожалуйста Но пусть На свои Деньги И Ёчин Вы не Обязаны Не должны Брать Расходы На себя Взрослого Здорового Мужчина Да Пусть И Старого 65 Летнего Но если Мужчина Сам Не может Обеспечить Себе Как бы Машину И ее Обслуживание То он Не имеет Права А вы Не обязаны Ему В этом Помогать Это Мне кажется Совершенно Естественно И нормально Поэтому Вот подумайте Об этом В двух Аспектах То есть Первый Аспект Это все Таки Вот То вся Сервонание И второй Аспект Это то А вообще Должны ли Вы это Делать Вот По моему Мнению Вы не Должны Обеспечивать Рослого Мужчика Еще раз Я Подставлю Себя На место Вашего Деда Мне 65 Лет У меня Своя Мужчина Старая Которая Мне Привычная Но Которая Все время Ломается У меня Есть Племянник Который Обеспечивает Мне Как бы Ее Вы знаете У меня бы Совесть Заела И Просто Чувствую Вины Что Молодой Человек Ну Вы Племянник Молодой Человек Вместо того Чтобы тратить Деньги на себя Тратить Деньги на меня На то Чтобы мою Машину Починить Починить Я бы Ночами Не стал На самом Дель Да Мне Было бы Совест Вы Молодой У вас Своя Жизнь У вас Куча Потребностей У вас Куча Дел И Вы Тратите Деньги На Дяд Не Знаю Как Дяд Дяд Позволяет Но Если Он Сам Этого Не Останов То Хотя Вы Задумайтесь Об Этому Что Он Не Инвалид Он Дееспособный Он Работает Но Пусть Он Живет Посредством И Может Тогда Все Было 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 Проще Для Вас Не Нужно Было Вообще Покупать Машину Не Нужно Было Тратить Деньги На Ее Обслуживание Да Это Ваш Родственник Но Это Еще И Человек И Только Потому Что Вы Его Родственник Вы Не Обязаны Ему Помогать Не Обязаны Помогать Ему Именно В Этом В Этом Личном Вопрос Конечно Решать Вам Но Я Просто Донес До Вас Свои Мысли По Поводу Вашей Ситуации Поэтому Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Доброго И Удачи